Девушки отдыхают Вы, наверное, родственница? Да, что-то вроде того О, она так рада будет видеть вас К ней же никто не приходит У нее болезнь Альцгеймера Почти ничего не помнит Но ей будет приятно, понимаете? Девятнадцатая палата В конце коридора Спасибо Я ищу комнату номер девятнадцать Шону осталось всего несколько часов Надеюсь, я не зря сюда приехала Джон Шепард умер тридцать лет назад Надеюсь, его мать Сможет что-то пояснить Девушки отдыхают Девушки отдыхают Миссис Шепард? Что, пора принимать лекарства? Нет, миссис Шепард, я... Вечно забывают про лекарства. И о чём они думают. В другой больнице всегда давали вовремя. А здесь... Меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналистка. Вы не расскажете мне о вашем сыне? Мне не нравится больница. Еда здесь совсем невкусная. Вы помните Джона? Мой Джонни. Он такой хороший мальчик. У вас был сын Джон. И у него был брат-близнец. Принесли лекарства. Пора пить лекарства. Другой ваш сын, миссис Шепард. Брат-близнец Джона. Как его звали? Какой ещё сын? У меня нет другого сына. У меня не было детей. Вам редко приносят цветы, миссис Шепард? Нет, а я их люблю. Мой сын знает, что я люблю цветы. Он мне их принесёт. Это ваши дети, миссис Шепард. Джон и его брат. Это они? Они хорошие детки. Отец совсем не любил их. Вечно пил. Нелегко им жилось на свете. Кажется, это работает. Надо найти, что ещё ей можно показать. Миссис Шепард. Люблю оригами. Нет, это не моя любимая. Миссис Шепард. Миссис Шепард. О, вы тоже умеете складывать собачьи? Мисс Шепард. Мои детки любили оригами. Я учила их складывать. Джону нравились собачки. И каждый он называл Макс. Макс, Макс, Макс. Он всех называл одинаково. Я пыталась убедить его придумывать им разные имена. Но он всё равно называл каждого пёсика Макс. Странно, правда? Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Вы сами сделали эти фигурки? Мои бумажные зверушки. Дети так любили играть с ними. Я научила своих мальчиков их складывать. Да, мальчиков, миссис Шепард. Джона и... Как звали вашего второго сына? Второго сына? У меня был один сын, крошка Джонни. КОНЕЦ 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 Память возвращается к ней. Пожалуйста, вспомните. Миссис Шепард рассказывает вам о прошлом? Она почти ничего не помнит. А иногда вспоминает странные вещи. Воспоминания всплывают, когда она видит что-то знакомое. Родные часто навещают её? Вы единственная за все десять лет. А она говорила о сыновьях? Сыновьях? Вообще, она часто вспоминает Джона. Кажется, он утонул. А она не вспоминает о другом сыне? А разве он у неё есть? Она не говорила. Ей можно показать её вещи, так она вспоминает о своём прошлом. Может, у вас получится? Спасибо за совет. Какая милая орхидея. Дети любили орхидеи. Я выращивала их во дворе. Когда Джон погиб, я приносила орхидеи на могилу. Я так плакала тогда. Я уже потеряла одного ребёнка. А теперь у меня забирали второго. Это ужасно. Приёмные родители, миссис Шепард. Вы помните фамилию людей, которые забрали брата Джона? Они были очень милые люди. Я приходила к ним. Сначала я часто навещала сыночка. А потом я заболела и перестала приходить. Он, наверное, подумал, я забыла о нём. Подумал, что я совсем разлюбила его. А имя миссис Шепард? Как его звали? А я любила его. Если бы вы только знали, как я скучала. Прошу, Анна, вспомните, как его звали. Подойдите-ка. Давай... Аплодисменты. 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 В忙합. Продолжение следует...